Ну что ж, дорогие друзья, я записываю вам сегодня видео из прекрасной Санта-Марте, одного из лучших курортов Колумбии, вон там он море, вот она прекрасная такая Санта-Марта. Буду сейчас вам здесь все рассказывать. Ну что, друзья, всем привет! Я в прекрасной солнечной Колумбии, записываю видео для вас. Это будет своего рода блог, я расскажу о том, как проходит мое путешествие по Латинской Америке, расскажу про сложности, с которыми столкнулась, и вас ждет очень много всего интересного. Я очень хотела записывать каждый день здесь видео, но все настолько интенсивно происходит, что буквально как в моей песне, поется каждый день как жизнь, каждый миг как час, все приходит ко мне прямо сейчас. Из Кубы я направилась прямиком в Мексику, из Мексики в Колумбию, делала большое путешествие по Колумбии, и сейчас уже в более спокойном таком формате записываю для вас видео из Колумбии. Расскажу все по порядку. Когда я приехала на Кубу несколько дней, мне нужно было просто отдохнуть, потому что до этого у меня был очень интенсивный период, очень много работы, очень много учебы, и мне хотелось просто выдохнуть, отдохнуть и настроиться на это путешествие. На Кубе не было интернета, и я думала, что я на Кубе смогу, я выбирала специально лучший отель на острове, он один из лучших, он топ-2 отеля, и для того, чтобы там был интернет, было написано, что там будет интернет, интернета в итоге не было ни одного дня. Но я была очень рада, потому что таким образом я смогла выдохнуть и действительно погрузиться в себя, и понять, что я хочу дальше, как я хочу дальше. Дальше я поехала в Гавану с острова, с пляжа, да, острова Кай-Коко. Я поехала в Гавану, а мое путешествие, если вы читали мои соцсети, оно было очень необычным, потому что на середине пути меня начал водитель манипулировать, он манипулировал, говорит, тебе надо заплатить больше, я заплатила больше, он говорил, тебе надо еще больше заплатить, я поняла, что этого конца не будет, и я сказала нет, тогда он начал угрожать и говорить, что если я не заплачу больше, то он остановит машину, и мы будем где-то посередине ничего, просто инвенировала в науэ, находиться, ну, в общем, до тех пор, пока я ему не заплачу. Без практической связи пришлось все это разруливать, моя семка теле 2, еле-еле как-то грузила, у меня роуминг там был, и я разрешила этот вопрос, благодаря испанскому вообще, зовут вас всех на свой курс по испанскому языку, потому что если бы не моя возможность говорить на испанском языке, то я бы эту ситуацию вообще никак не смогла разрешить, в итоге на середине пути эта компания мне поменяла такси, когда я говорю компания и про Кубу, это такие две вещи, не совсем, в общем, то, что в нашем понимании компания, это совсем не так там работает, вот, и уже на середине пути, где-то почти ночью, мне поменяли таксиста, я доехала до Гавана и была в абсолютном шоке, потому что я не ожидала увидеть такое количество бедных людей, люди дрались на улице из-за еды, очень много разрушенных зданий, я была просто в шоке, думала, что я здесь делаю. Но в итоге надо было просто поспать, я отошла и поняла, что, окей, мы здесь находимся для того, чтобы научиться тому, что предложат нам Гавана, на самом деле Гавана потрясающий город. И какая потрясающая история у Гаваны, я сходила на тур по Гаване, изучила вообще, мы всю историю изучали на протяжении всего дня, это было просто потрясающе, на самом деле Куба очень разнообразная, очень интересная, Гавана просто потрясающая. И я поняла, что нужно, ну, просто сказать, окей, здесь по-другому, можно многому научиться. Более того, мое путешествие в Латинскую Америку, оно нацеплено не только то, чтобы посмотреть разные культуры, но также, конечно же, мой любимый испанский язык. Я обожаю каждый день узнавать что-то новое. И в каждую страну, в каждый город, в каждый регион я приезжаю, и где-то дети обращаются к родителям только на вы. Например, в Колумбии, в регионе Баяка, дети обращаются к родителям только на вы. И говорят «сумерсель», да? Вот. И в каких-то регионах использовать, допустим, слово «папаги» использовать нельзя. И вот в каждом регионе я каждый раз узнаю, что это новое. Меня это настолько сильно восхищает. Если вам интересно, чтобы я сделала вот видео именно по испанскому, по особенностям диалекта в разных странах, в разных регионах, напишите об этом, и я запишу такое видео. Вот. И если у вас будет много желающих. И также одна из целей была разобраться в бизнесе в Латинской Америке. И таким образом, потрясающе происходит просто, что в каждом стране, в каждом городе, куда я приезжаю, каким-то образом у меня, я начинаю знакомиться либо с детьми политиков просто, чисто, случайно, условно через, там, каучсерфинг, да, встречаюсь с людьми, гуляю вместе по городу, либо через знакомых, либо через моих друзей, у кого-то, либо у них бизнес есть, либо у их родителей бизнес есть, либо у их друзей бизнес есть. Узнаю про лучших преподавателей здесь, во всем городе, в всем регионе по вокалу. В общем, через каждый, в общем, это потрясающие просто связи, которые здесь я нахожу, да. И в итоге, такая вот у нас красавица, и в итоге я поехала в это путешествие по Латинской Америке для того, чтобы еще и изучить, как здесь работает бизнес. Я узнаю все. Я узнаю буквально, как здесь работает бизнес по белому, бизнес по черному, какие здесь зарплаты платят, как находят людей, вообще все-все-все абсолютно. И мне рассказывают владельцы бизнесов это. И я с такой благодарностью все это принимаю, потому что, как вы, если вы следите за мной в Инстаграме, вы уже видели, что я сейчас нахожусь в процессе того, чтобы открыть свой бизнес не только на российской аудитории, но и на международную аудиторию. И поэтому я безумно благодарна этому. Из Гаваны я полетела прямиком в Мексику, но при этом у меня задержали самолеты. И я 11-12 часов ждала в аэропорту, и в итоге все свое Рождество я провела в аэропорту. Ну что ж, мой телефон не выдерживает такой жары, который можно найти в Санта-Марте в Колумбии. Я вам сейчас расскажу также про Колумбию. Но давайте перейдем сначала к Мексике. В общем, в итоге приехала я в Мексику. Очень поздно ночью, уже это было ближе к Рождеству. Я приехала в Мехико. Мексика никогда меня особо не привлекала, до тех пор, пока я оттуда не уехала. И время в Мексико я провела на самом деле просто где-то отдыхая, но также, конечно же, посмотрела город, потрясающе красивый город, но было холодно. В Мексико, мне кажется, не всегда тепло, и я не посмотрела погоду. Более того, там какой-то был циклон, очень холодный из США, поэтому было холодно, дождливо, но я здорово провела время. И затем из Мексико я отправилась в Колумбию. Я поехала в Колумбию в Медельин. Мне рассказывали очень много о том, какой Медельин прекрасный, безопасный город, что он так сильно изменился, и вся Латинская Америка равняется на Медельин. Во всех городах, где я была, мне все говорили, если Медельин смог, то значит и мы сможем. Но момент заключается в том, что когда я приехала в Медельин, мне все говорили, что везде все опасно. И, конечно, первое время, когда ты только приезжаешь, тебе действительно кажется, что все опасно, но ты веришь людям, которые там живут. И мы пошли на гору забраться. И я пошла с ребятами, молодой человек из Панамы и девушка из Германии. И молодой человек из Панамы. И мы говорили, слушайте, мы сюда не пойдем, потому что мне мое латиноамериканское чувство говорит о том, что туда идти не надо. Мы подходим к людям, которые там работают рядом, и они говорят, да, слушайте, ну там к одному молодому человеку, подошли с ножом, ну забрали у него в том, что у него было. Вот. Я такая думала, ну отлично. Мне столько лет говорили о том, что это самый безопасный город, но, конечно же, это имелось в виду, что сначала, когда были дела Пабло Искобара, да, то есть имеется в виду, что изменилась ситуация там за 20 лет колоссально. Медвин — потрясающий город, с очень комфортным климатом, там всегда очень комфортный климат, как будто такая теплая весна, май, и мы здорово провели время, познакомилась с огромным количеством людей, и затем прямиком я отправилась к подруге в регион Баяка, мы там были в городе Тунха и в деревушках, которые рядом находятся, и это было одно из самых лучших, вообще один из самых лучших моментов в Колумбии, потому что мы отметили Новый год по-колумбийски, там было четыре поколения, и один из самых запоминающихся моментов, это когда мы сидели, обедали, тут заиграла моя песня, я говорю, вот это моя любимая песня, моя любимая песня, это «Вивир ми вида», и «Вивир ми вида», повторюсь, что-то поменее, и все четыре поколения, то есть там бабушки, дедушки и внуки, все-все-все, правнуки, все встали и начали, внуки, правнуки, и все начали танцевать, и я не ожидала, правда не ожидала, я просто сказала, что это моя любимая песня, и в итоге эта вечеринка, которая началась из слов, что это моя любимая песня, она продлилась где-то три часа, все танцевали, все очень сильно устали, потому что, ну вот, там еще одна песня, еще одна песня, еще одна песня, и каждая песня лучше другой, и я удивилась, насколько много песен я знаю, на испанском языке, это было очень здорово, вот, и затем мы пошли играть все вместе в баскетбол, я не знала, что колумбийцы так круто играют в баскетбол, либо это семья моей подруги, которые просто профессионалы, буквально в баскетболе, и очень интенсивный был период, я ехала с мыслью к Эрике, о том, что я у нее отдохну, мы с Эрикой знакомы со времен США, и я думала, я приеду, отдохну, но у Эрики были другие планы, у меня семья не очень активные люди, во-первых, они мне показали свой бизнес, который уже существует около 40 лет, и это лучший супермаркет и ресторан региона Баяка, они мне рассказали все абсолютно от машин, откуда они берут эти машины для создания вообще всех своих продуктов, показали вообще весь процесс создания всего, и это было настолько ценно, настолько потрясающе, узнать вообще все детали, даже мотивацию сотрудников, даже это они мне объяснили, представляете, и просто во всех деталях, но затем началось все самое интересное, Эрика мне говорила о том, что мы не поедем в богату, а я хотела в богату, потому что одна моя знакомая, она все время, вот она переехала из богаты в США, и она очень сильно страдала о том, что она переехала из богаты в США, и я думала, что если я не пойду в богату, я что-то пропущу, такое вау, в итоге мы туда отправились, мы договорились, что мы поедем с мужчиной, который привозит там еду, ну в этот супермаркет, то есть это рабоченька родителей Эрики, и он сказал, что слушай, во-первых, он очень сильно удивился моему стремлению поехать в столицу Колумбии, и он сказал, смотри, дай мне немного времени для того, чтобы тебе показать из самого безопасного места Колумбию, ну столицу, и затем мы, ну ты решишь, хочешь ты погулять тут или нет, а у меня были суммы, трюк, такие все дела, то есть мы должны были с этим гулять, он говорит, вообще это делать нельзя, во-первых, ты белая, ну я уже сейчас загорела, но по их меркам я белая, мои волосы, они меня называют блондинкой, и меня, ну они говорят, тебя видно издалека, твои глаза, твои волосы, твоя кожа, все тебя выдает, что ты не отсюда, ну значит и цель такая, потенциальная, и они начали мне рассказывать про район Бронкс, где продают человеческое мясо, человеческие органы, где наркотики продают, я уже такая думаю, хорошо, уже я сомневалась, хочу ли я гулять по столице Колумбии, далее мы едем, останавливаемся на светофоре, и прямо слева от нас один мужчина зарезает ножом, ну прям вот колет, режет ножом второго, а другой бьет его палкой, вот как это нунчаки, я на все это смотрю и начинаю снимать, я просто не могла поверить, когда она хотела снять, показать родителям, и мне, ну ребята, которые были со мной в машине, то есть моя подруга, ее подруга и мужчина, они говорят, ты что, нельзя снимать, они под наркотиками, и если они увидят, что ты их снимаешь, ну они как бы, им вообще без разницы, что ты в машине, ну и никто не поможет рядом, очень много машин стоит, это центр города, это происходит все в центре города, и никто не выйдет, не поможет, все наоборот закрываются в машине, чтобы не дай бог, к ним не зашли в машину, не залезли, и в этом, в принципе, политика столицы Колумбии, что если ты что-то видишь, что происходит, нужно сделать вид, что ты не видишь, иначе тебе будет хуже, я в шоке, сижу, перестала снимать, просто смотрю, они говорят, смотреть нельзя, ты что, они все под наркотиками, ты их одним взглядом можешь, ну как бы разозлить, я такая, окей, думаю, я уже все, я уже решила, говорю, все, мы едем в аэропорт, мне без разницы, что мы будем ждать 10-12 часов, мы едем в аэропорт, мы не будем ничего дальше смотреть, но мужчина, а, я очень испугалась, мужчина мне говорит, Арина, не переживай, у меня под рукой мачете, и я, он говорит, ты в безопасности, в машине ты в безопасности, и я говорю, мачете, говорю, как вам часто мачете в жизни пригождался, он мне говорит, ну да, часто, часто пригождался, у меня шок, я просто, все, мы едем в аэропорт, а ну нет, я тебе хочу показать настоящую, настоящую Колумбию, такая она бывает, смотрите, какой красавчик, красавица, точнее, да, хуанит, вот, и, и в итоге, мы, он мне говорит, оставь все в машине, и мы подъезжаем к месту, там пропасть, мы подходим к этой пропасти, я, он мне говорит, видишь, как много здесь людей, я вообще ничего не вижу, я вижу траву, тряпки и коробки, и я ему говорю, не вижу, и нас услышали, это было 6-7 утра, уже 7, наверное, и все начали, ну, головы начали появляться из травы, из там, ну, были такие впадины, получается, а я, и это, и я увидела мужчину, который в 10 метрах от меня вот так вот высунул голову, а там столько отчаяния в глазах, и я просто, а мне сказали на капюшон надеть, чтобы спрятать волосы, чтобы не было видно, что я иностранка, я этот капюшон чуть ли не до рта натянула, а там надо было дорогу перебежать, просто, несмотря на машину, несмотря на огромное качество машины, бегу, сквозь все это, бегу к машинам, к машине, к нашей, сажусь, закрываюсь, села посередине, там, ну, можно было сесть, вот, водитель, тут еще один человек, я, нет, я посередине туда сяду, лишь бы, да, я не забрался, у меня шок, все смеются, я просто думаю, боже мой, где я оказалась, в итоге потом мне рассказали, потом я познакомилась с дочкой одних из самых, уже в Санта-Марте, где я нахожусь, потом мы поехали в Картахену, потом вот я приехала в Санта-Марте, я познакомилась с дочкой одних из очень таких, ну, в общем, политиков, которые сейчас находятся у власти, и она сказала, она со мной в богате, очень много лет жила, она со мной из богаты, и она говорит, что здесь районы делятся на очень благоприятные и неблагоприятные, благоприятные. И если ты в очень благоприятных районах, то условно, как в Москве, у тебя есть все возможности. Если ты в неблагоприятных районах, то как бы, ну, вот так вот. Вот. И я такая поняла, хорошо, то есть я столица Колумбии, возможно, еще когда-то дам шанс, но не в 6 утра и не в новогодние каникулы, когда все, кто мог уехать, все уже уехали. После Санта-Марта мы отправились с подругой Эрикой и с Эрикой в Картахину, здорово провели два дня там. Затем я приехал сюда в Санта-Марту. И сейчас здесь я работаю. Я сейчас еще ничего не успела посмотреть, кроме каких-то пляжей там и так далее. Но и я в основном занималась всеми делами для того, чтобы успеть сделать всю свою работу, потому что далее я еду в место, в котором не будет практически интернета, и мне нужно было в срочном порядке все сделать, все организовать. Я в отдельном видео расскажу вам о том, как в принципе моя вся работа организовывается, как организовать свой рабочий день во время путешествия по Латинской Америке с такими своими лайфхаками, которые я вывела для себя, расскажу. Вот. Поэтому, если вам интересно, тоже об этом пишите в комментариях. Также напишите, пожалуйста, тему, которая вас интересует, потому что я с радостью буду снимать. Но мне интересно понимать, что именно вас интересует, чтобы я рассказала из своих путешествий, показала из своих путешествий. Вот. Так что всех люблю, благодарю, что вы здесь. Обязательно пишите в комментариях идеи, видео, которое вы бы хотели увидеть на этом канале. И мы увидимся с вами в следующем видео. Меня зовут Арина Корчкова. Всем пока-пока.